Итак, как записать мою сборку на флешку и установить ее на жесткий диск компьютера. Вот идем на Мегу, идем в Ubuntu, Voyager, сначала вкачаете маленький текст, обычная загрузка, затем закачиваете саму сборку, и затем, что делаем? Ну, вначале открываем готовую коробочку. Создать. Ну, вот, у меня уже все настроено, носители. Идем на рабочий стол, вот Voyager. И запускаем. Enter. Если образ установился, установился нормально, значит его можно записывать на флешку, а с флешки устанавливать на жесткий диск компьютера. Вот, практически и все. Значит, ну, что мы сделаем? Выключим. Закроем коробочку. Вот, образ у нас скачанный. Ну, первым делом. Отформатируем флешку. Ну, там, какие-нибудь там бомбы придумаем. Сюда поставим единичку. Форматирование флешки сделано. Теперь вот, создание загрузочного USB накопителя. Или создание загрузочной флешки. Итак, запись сделана. Закрываем. Я сейчас перезагружусь и покажу, как с флешки устанавливать мою сборку на жесткий диск компьютера. Итак, я загрузился с флешки. Вот здесь можете посмотреть. Вот этот участок. Тут все ясно и понятно говорится, что я нахожусь на флешке. Значит, ну что. Включим кайродок. Вот он, голубчик, здесь показался. Теперь включим систембак. И будем делать копирование системы. То есть, имя пользователя будет user, пароль будет единичка. Если хотите другие, имя пользователя и так далее, вот видите, сюда-сюда на установку системы. Ну, что я делаю? Ну, давайте подключимся к слоу. Так. И побежим в самый низ, на самом пустынем разделе. Вот здесь. Делаем домашний раздел. Форматировать. И никакой там Home ничего делать не будем, потому что у меня, допустим, другая система установлена. Linux Mint Cinevon 17.2 со своим разделом Home. А здесь мы сливаем весь этот образ, созданный систембаком, просто в один раздел, размером 30 гигабарит. Идем дальше. Нажимаем на старт. Засекаем время 059.42 и ждем. В общем и целом, установка заняла 5 минут. Полностью настроены операционные системы. С ней можно работать прямо с флешки. По интернету там бродить. И все другое делать. А теперь я сохраню эти файлики, перезагружусь и посмотрим, как сборка записалась на жесткий диск. Итак, сборка загружалась долго. Экран чуть ли там не минуту оставался таким. сероватым. Но в конце концов, все загрузилось. И вот мы видим какие-то значки. Давайте посмотрим. Это персонал. Получается тут как календарик. Тут. Зерновое копирование. Купфер. И терминал. Ну, практически все это я могу удалить. Без особого сожаления. Так, единственное здесь что? Да, это тоже. Так, а здесь. Это мне не нужно. Потому что у меня здесь есть вот это. Вот. Завершить сеанс. Выйти, перезагрузить, выключить и так далее. Ну, а теперь начинаете уже настройку, как говорится, системы. По своему вкусу. Вот там кайродок. А вот верхняя панель. Так, что у нас здесь такое? Понятно. Ну, а здесь менюшка. Ну, значок менюшки можно будет в конце концов и поменять. Каким образом панель добавить новые элементы? Давайте посмотрим. Не хочет она. Номочка показывается. Ну, давайте добавим меню в виски, посмотрим. Ну, вот уже нормальная менюшечка. Здесь все это дело есть. Вот таким вот образом можете поднастроить уже под себя. Ну, здесь погода. Если просто курсор навести, то показывает краткую сфотку на сегодня. То есть, все нормально, все работает. Значит, вот таким вот образом устраиваются авторские сборки. Естественно, от вас всегда ручки и голова требуются. Что-то нужно под себя поднастроить, что-то не нужно убрать. Как всегда, как и в любом деле. Ну, что скажу. Ubuntu 16.04. Рабочий стол X-Face. Aconda Manager Voyager. Сборка хорошая. Мне она понравилась. Так что, могу вам ее рекомендовать. Она будет хорошо работать на слабых машинах. Поэтому на стареньких компьютерах проверьте. Я думаю, что получите удовольствие. Потому что в основном она работает надежно и хорошо. Ну, недочеты мелкие есть. Вот, допустим, здесь язык она на русский ни в какую не захотела менять. В автозагрузку, значит, я так долго там, правда, не искал. Ну, коронок не захотела меня стартовать. Хотя я ему тут пару раз и указывал, что он там автоматически делал автостарт. Ну, кто сильно с этим делом увлечен, тут покопается, сделает. Ну, почему? Ну, основная масса программ здесь установлена. Причем именно тех программ, которые вызывали затруднения. Систем баг. Были трудности. Крутойная коробочка. Были трудности. Супербург менеджер. Были трудности. Ну, все остальное, так, вроде бы, ничего. Ну, вот, по-другому тебе плывали тоже были трудности. Так что, я вам рекомендую наличие рабочих столов. Ну, очень такая штучка приятная. Она на всех этих сборках присутствует. Просто не забывайте ею пользоваться. Значит, мало того, всегда, значит, по большинству из этих программ, которые у меня восстановлены, можно пойти на мой сайт, вот сюда. В закладочках мы вас задолжим. Зайти в программы. И, ну, посмотрите. Большинство программ, по ним есть отдельные уроки. Причем, допустим, по программе SystemBank, вот, посмотрите. Сделано очень много видеоуроков, потому что, действительно, программа очень ценная. Она позволяет записывать и сохранять из-за образ текучей операционной системы. И с него всегда можно восстановиться. Ну, и вот здесь, как говорится, берите на выборы любые ролики, смотрите, просвещайтесь, как говорится. Тут все, что посвящено SystemBank. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Желаю вам всяческих успехов, удач. Ну, и до новых встреч.